Всем привет! Сегодня воскресенье. Снимаю я опять поздно, потому что у меня полдня опять шло на уборку. Мы собрались сейчас практически всей семьёй гулять, только Жени с нами нет, потому что Женя на рыбалке вообще. Он не здесь даже, не в Запорожье. Вы как гуляете, так никто никуда не опаздывает. Привет! А вы опоздали, ты сказала, как штыки. А, папа шпаканулу свою замотает, ботитом и скотчем. Скотчем пока нолу замотает. А кто ж кого ведёт? Ой, папочка бедный. Папа без куртки? Дедушка, да. Дедушка тоже наелся, как кабан. Папа кофта в машине, я тоже свою взяла. Здравствуйте! А что, вообще-то холодно. Получилось. Открывай дверь. Открывай. Вот эту дверь нет, ты сзади садишься. Сзади я тут. Ой, помогите ребёнку. Она сейчас сломает дверь. Там залазь. Оттолкнись. Такое смешно с этим рюкзаком. Хвост торчит, ты видел? Знает, куда идёт, да? На свой любимый аттракцион, наверное. Да, он же... Нет, сначала мы его машинку берём на прокат. А, целая программа, да, уже? Он идёт на паровозик, на который приношение. Не знаю, где паровозик находится. Они его на другом катали. А что это, что это такое? Кого это ты показываешь? Что за зайчик подвигающий? Как-то у кого был победный танец? Воронин, да, у кого-то. А, да, был какой-то, да. А вы знаете, я, кажется, сегодня только узнала, а мне высыпалось в ленте. В этом году умер. Помните фильм «Няньки»? Вот эти два качка. Да, да, помню. А что умер? 62 года. Во сне умер. Причина неизвестна. Пишут, что в этом году очень много таких умерлозы. Каждый много, да, умирает и так. Просто очень много событий ужасных в этом году. А, что ты умерла? Давай, Рутю. Давай, Рутю. Так, а куда ты помещался? Как бабушка говорила, далеко не уходи от нас. Итак, первый пункт программы – покататься на машинке. А там есть ремень? Да. Серьёзно? Да, он всё равно очень высыл. Ена, не отставайте от меня. Вот теперь Карина за ним будет бежать. Не, его надо пристегнуть, потому что, видишь, он... Карин, пристегни его. Пристегни его. Ген, останови, пусть пристегнут. Всё для безопасности. Остановись, мама. Останови машинку. Управление машинок. Родичка, Родичка, надо же пристегнуться, Родь. Нормально? Нет? А то мама так это... Карина, иди быстрее за ним, потому что папа шми где находит. Господи, что ж вы так громко? Не бросайте ребенка. Хорошее такое развлечение для всех. Папа еле скандыбает, а то вообще Карина носится. Мама кричит. Здесь у меня вообще очень много парков. У нас там парковка вся забита. Яна болеет, я не знаю. Что ж так говоришь? Мороженое? Яна какого. Он просто не видя. Он это, селебрите, селебрите. Да, его ослепило счастье. И всё такое. Хорошо, что если пришли на меня посмотреть. Здравствуйте. Очень приятно. Ты виллак. Хороший отдых, смотрите. Мам, хороший отдых. Мужик, бедный мать, бутылка, это же грязно. Не, я к тому, что они кофе пьют в телефончике, а мужик бедный грибет. Такое неромантично, да? Просто она зрязная речка и бутылок очень много действительно и мусора. Куда на ручке мама же будет? А может и прикольно, я же не знаю, может и прикольно так кататься. Ну, может и прикольно. Ну, а тому, кто гребёт, не очень. Вон уточка, посреди озера. Видишь, уточка? Ты увидел? Он просто на небе видит. Да? Нет, он уточку не увидел. Ну, а уточку не может увидеть? Какое дерево, боже, какого жалко. Посмотри, оно же, видно, упало. Бедненькое. О, как ты высоко! А вон конячка. Идёшь по дереву? А ну давай ножками тук-тук. Молодец. Ой, как красиво здесь сейчас, смотрите. Так хорошо. А давай ещё! Ты сбоялся! Ты сбоялся! Давай ещё раз и идём на паровозик. Давай, с самого начала. Роди сегодня выбрал в компаньон, а дядю Лёшу. Он сам едет, у него маршрут. Он так медленно едет. Он так медленно едет. На переднее сиденье она... А нельзя, да. Она типа перевешивает как-то, ломается, баланса нет. Я тоже хотел покататься за рулём. Тебе своей мало? Иди вон сюда. Вот эта комната в жизнь. Там реально стошнить может просто. Я на Казахстане у неё всё, голова закружилась. Я не смогла долго в таких... Ну вот это такое. Это ты если зайдёшь, ты обалдишь. Прикольная... Там, наверное, ещё не ратация. Там, да, там... Так она такая же маленькая ещё. Представляю, она как будто... Я думала, это поломанная. Не-не-не, ну так должна быть. Лёвочка катается как фельмушек. Вот это вот цикушки, а вот это смельчаки. На самом деле просто Роди нельзя на такую качелью. Лёша не любит чёртово колесо. Ну и Карина, соответственно, тоже. Ну вообще, за что его любить? Подожди! Папа, ну ты-то ты рванул, ты шо? Нормальный? Боже мой! Давай быстрей! Ты же с ногой? Ну, конечно, с ногой, если я был без ноги. Ой, не ступил на юбку! Тихо! Пап, ты перевешиваешь! Пап, ты перевесил! Ты перевесил! Пап, ты сильно перевесил! Мам, сядь сюда! Мам, сядь сюда ко мне! Быстрей, быстрей, быстрей! Ой, ты сильно перевесил! Ты что, не боишься? Мама тебя больше перевесила! Ты шо? Ой, можно я пристегнусь? Папа, пристегни ремни безопасности, пожалуйста! Вот, мам, ремень без... Это пристегни были! Пути назад нет! Родюша! Страшно было только шо! Фу, пап, я чуть сердечный приступ сейчас не получила! Чего это? Ты видел? Я, черта, на этом, наверное, каталась, когда еще в институте училась! Ну, здрасте! До свидания! Ну, где-то когда-то катались! Ну, на этом не катались! Поедем в этот... Я не трус! В ванную поедем, там в Лондон есть! А там закрытые кабинки, там же все современное! А такого ретро там нет! Ой, Диана, ты не болтай, не страшно! Ты болтаешь, мне еще страшно! Мне страшно было, когда папа сел и просто, ну, под наклоном, мы могли бы сейчас так повываливаться здесь! А ничего ты не вываливаешься! Ты догадался, здесь мы снимаем! А водичка нас не считает! Рассчитана, конечно! Не знаешь, что мне страшно? Вот эта вся конструкция, которая советских ребёнок... Она, да, она, не знаю же, посмотри, какая! Не закривайся! Думай о плохом! А ты знаешь, как мы в Крыму на этой канатной дороге в ветер катались в этой кабинке? На канатной дороге? Кто придумал эти кабинки? Юля Тимошенко говорит, ну, почему тут Юля Тимошенко? Нет, ну, мне больше было страшно, когда мы поднимались на Айпитере, на самом деле. На кабинках не страшно. Ой, я не могу, даже вниз уже все. А, ребят, уже все, да, капец, уже нету той, как сказать, безстрашия юношеского. Так, а что ты, вот сейчас на халку пойди покатайся. Ой, не, все, пипец, я вниз глянула, мне страшно. А мне все, да, было страшно. А раньше было по барабану, я всегда любила высоту. Как можно любить высоту? Ага, ты помнишь, что на девятом этаже в общаге на окно садилась открыто и смотрела вниз на дорогу? Все, капец. Ена, не надо, не машинникам. Папа, пожалуйста, не двигайся. Ага, боитесь? Ой, как страшно. Смелая мама такая. Ну, она, мама, знаешь, что, как этот человек называет, пострекательный. Да, 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 на всех это, а потом сама сиклой. А посмотри, как высоко, у меня рука затряслась, я не могу. Мы очень высоко. Покатать высоко? Нет, ну, перестань, сейчас выйдешь. Папа, как Шрек, этот, мостик, помнишь? Выйди. На мостике качел. А мне, знаешь, мне всегда страшно заходить и выходить с этой качели, она на ходу вот это все. Но сейчас назад лучше не смотри. А я не смотрю. Не смотри. Вообще. Да, когда-то я беззаботно и лихо каталась на всех качелях, а теперь уже нет. Я вообще не люблю к сакте. Уже старая печаль моя старая. И в аквапарке тоже, как и я, не особо. Да. Ну, оно просто... А я как Соню в Уфе, когда я была, дедушка Аркадия, его укачала. Я три раза, но ты там, как его... Сюрприз. Сюрприз. 14 лет было. Ты шо, я раз, второй раз, третий, без очереди. Она как одержимая. Такая очередина стояла. Я никогда такого не была. Я, конечно, сегодня ее обновили. Та шо, ее обновлять, ее надо новую ставить. Посмотри на нее. Ее покрасить, яркие кабинки сделать ее эти. То, что ты ее покрасишь, ты ее не спасешь. Она просто уже устарела. Ботинки не спасают, да. Мне как раз классно в ботинках, а вот тебе в твоих босоножечках. Нет, мне дует больше в голову. Папа со своей ногой сидит и ушел в отрыв. Леша и Карина тоже. Пойдут втроем на экстрим. Я на нем когда каталась, мне хватило. Я не люблю экстремальные вещи. Если у меня что-то случится, дали историю браузе. Папа, дедушка, мама и просто. Папа, мама, я пока расскажу, кто. Что-то ее больше раздельничали, чем мы. Боишься качели? А что ты ее боишься? Ты ж не будешь на ней кататься? Иди ко мне, иди. 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 Давай ручку. Постоим, посмотрим. Карина сейчас пожалеет. Карина самая первая хотела. Я же говорила. Хотела адреналины. Мама там умирает. Какая еще песня классная. Слышишь, мама там кричит? Маме страшно. Мама, мама, мама. Мама, мама, мама. Мама, мама, мама. Да-да-да, да. Маме там... Мама кричит. Мама кричит. Маме весело вроде. Маме весело. Не переживай, она катается. Карина под конец уже просто глаза закрыла. То есть я знаю, как это страшная качеля. Ну, я не люблю экстрим. Я не иду на такое. Она, видно, перебоялась только что. Хотя, на первую, я все ушла туда. Говорит, экстрима хочу. У меня жизни экстрима не хватает. Сейчас на нее посмотрим. Мама артист вообще. Только включается камера. Глядь на него. Мама, она не на такой. На такой. Такой. Точно такая же. Я ее хорошо запомнила. Слушайте, у вас, наверное, самая рущая была. Карин, ты что, потом глаза закрыла? Закрыла и спала все. И когда закрыла глаза, я поняла, что все капец. Адреналина у тебя уже вот так. Получила дозу? А я больше вас получила. Я ж трясешь. Мы катались все такой. Поэтому я ее запомнила. Мне было очень страшно. Она была точно такая же. Ну, что? Халеша же катался, да? Нормально? Ну, я один раз я глаза закрыла. Да? А папа? А тебе как? Ну, она темп рауз. Руки трясутся. Один раз я закрыл, когда получилось, что она в самом пике, она резко вниз. Ну, она страшновато, да. Уже по инерции глаза закрывают. Не три минуты надо, а дверь. Упс. Вот это вот, за что они любят этот акцион. Тетушка все разрулит сейчас. Вот так. Папа тут на права сдает. Какое выдают вообще? А папе нравится. Мальчик, он боится сидеть. Да-да, соревнуется? Мальчик тоже не пробовал. Молодец. А он еще и на финиш спокойный, видишь? А это нормальные люди, да? А папа, знаешь, почувствовал спортивный интерес. Да-да, он. У него, у него, да. У него тема. Да-да. А-а-а. Поворачивай первым. Правильно. Аккуратно. Ты что, все? Докатался? Да. Папа, это было очень зрелищно. Мальчик уже, ты с ним гонял, да? Ну да. Соревновался. А он не пробовал тоже. Молодец такой, да. Мы приехали в Беллине на ужин. Калина съела цезарь. Вкусный, кстати? А что, у вас одинаково? У нас одинаково. Ну, пахнет хорошо. Там и креветки, не только медиа. Креветки. Красиво. Ну, мало. Это нельзя, ты чего затою туда? И вот это все? Чтобы туда ракушки можно? Да-да. Хотя я бы его не знаю. Значит, так принято. Я себе взяла вот семгу с картофелем под сливочным соусом запеченным. И нам с Лешкой на двоих взяла закуску. Там баклажаны с моцареллой и пармезаном. Мне кажется, это очень вкусно будет. Я прям не удержу. У тебя двоих особо готовится дольше всего. Оссобоко. Оссобоко. Ну, индейка с пюре. У меня есть. Порядная птица. Ой, блин, какая же она красивая. Ольга, она прям разваливается. Мы с Лешей смотрели на литоблюда, и у нас с обоих как-то клестини. Потому что мы любим утку с пюре. Я как-то в казане ее готовила не один раз. Тоже в таком соусе. И пюрешку. И это вкусно. Пожалуйста, попробуйте. Очень красиво. Я, меж слюне, полный рот. Именно когда я на это блюдо смотрю, не на свое. Ну, прям один в один как-то готовила. Да? Так я готовила утку с субоком? Только горячее, очень-то. На черт еще подумала. Но как тайтно. Блин. Хочешь, давай это ты побочай. Не-не-не. Точно как я готовила? Это я кулинар. Вот мы наконец-то дома. Пол десятого. Мы тут купили всякого. Сейчас вам покажу. Ну, во-первых, баклажка воды. А, кстати, что это за вода? О, бон-болосон. Бон-болосон. Дальше что у нас здесь? Всякие нужды. Фольга. Пленка пищевая. И пергамент. Все это очень нужно. Фета. В этот раз мы вообще в АТБ делали покупки. Тесс взяли. Вместо того ягодного, который пропал. И это не бабушка передавала. Это мы сами покупали грузинский. Это он был такой с червяками ужасный. Взяли Тесс флирт. Зеленый тут с ягодами и с фруктами. Не знаю. Бутылку вина взяли домой. Это белое сухое. Чилийское. Я, если пить вино, то предпочитаю белое сухое сейчас. Не красное. Потом взяла на завтраке себе такой сыр Хохланд в треугольничках. Мне очень нравится что-то подобное. Полотенце на кухне обязательно. И для лица. Просто без них жить невозможно. Дальше. Наконец-то мы взяли попробовать вот такие вот чипсы из яблок. Ну, до 100% натуральный продукт. Просто яблоки высушенные. Ну, этим, конечно, не удивишь, но я люблю такие вещи. Но покупаем мы их нечасто. Еще купила себе вот такой йогурт с вишней. Почему я иногда говорю себе-себе? Потому что мы не берем все на двоих. Когда-то мне там в комментариях прям прицеплялись ко мне. Как это ты говоришь себе-себе? Ну, потому что мы берем то, что хотим мы лично. Вот Леша, если захотел что-то взять, он себе возьмет. А я, если не захочу, я это не возьму. Ну, у нас нет привычки брать все на двоих. Типа, я беру йогурт и ему беру. Я спросила у него, будет он йогурт? Нет, он сказал, не хочу. Все, мы не берем. Зачем брать лишнее, чтобы оно лежало? Ну, как бы, у нас такого нет. Мне нечто это странно. Вот творог. Потом взяли такую шоколадку себе. 85% здесь какао. И она такая небольшая. Здесь 80 грамм, по-моему. Мне очень нравится ее обертка. Она такая прям приятная. И очень красивый дизайн такой. Какой-то Прованс. Пакетики. Эти мы, Гришин, конечно, маленькие. Мы еще покупаем, потому что они нужны в хозяйстве. Мне очень всегда кешью взяли. 75 грамм. Обожаю кешью. Это блокнотик на танцы. Катя сказала написать нам в блокнот цели. Зачем мы ходим на танцы? Какие у нас вообще, да, цели? Для чего это все? И сказала, что у нас был блокнотик красивый. Вот я себе купила красивый блокнотик. Благо, не пушистый. Пушистый у меня уже был. Для мастер-классов тоже пригодится. Два мыла купили. Да. Кстати, хорошая цена на него сейчас в АТБ. Лаваш Леша мне взял зачем-то. Не знаю. Мясо индейки Леша взял. Взял нам крылья. И взял еще филе, по-моему, куриное. Филе. Вот такой освежитель воздуха Airwick. Берем его постоянно. Он хороший. Здесь хлеб. Ну, хлеб, конечно, в АТБ не очень. Там нет этого выбора бездрожжевого, типа на заквасках дорогого, который мы берем. Взяли две пасты СНС-1 и Прономель. Вот эту я люблю пасту очень. Мы берем всегда две, потому что Леша считает, что нужно пользоваться одной вечером, а другой утром. Чтобы они все разные были. Вот эти пакеты мне нравятся, биоразлагаемые. В АТБ не продаются. Это обычный йогурт белый. Он мне пригодится для рецепта, который вы, наверное, тоже в этом влоге посмотрите. Вместо майонеза, кстати. Вот это гранола Леша любит. Good morning. Изюм. Лешка любит его класть в овсянку. Я не люблю. Фейри моющие. Все-таки для меня фейри самое крутое моющие подсозы пока что. Яблоки вот такие. Royal Gold. Прикольно. Голд у тебя, правильно? Да. А нет. Royal Gala. Тут и баран. Royal Gala. Я не люблю яблоки. Гал. Честно. Ну, вот это все нам вышло на 1200 грин где-то. Вот такие мы сделали покупки. Сейчас уже пора идти в душ и ложиться в постель. Уже так хочется. Кстати, ребят, по поводу особу. Я нашла этот рецепт в своей книге с итальянскими рецептами. Беллини, это же как бы итальянский ресторанчик. Вот. Но здесь делается это блюдо из телятины. Тут есть и белое вино, и бульон. Цедра лимона. Очень это было вкусно. Ну, получается, Леша там с индейкой подали, да? Или с уткой? Я не помню. По-моему, индейка была. Но, может быть, я как-нибудь соберу все ингредиенты и приготовлю по канону. Вот как здесь у меня. Потому что я узнала это блюдо по названию в меню. Сегодня я буду готовить телятели с куриным филе. Сегодня попроще. Но не с куриным. Я размораживаю мясо индюшки, которое вот мы купили. Так болят все мышцы спины после стретчинга. Вот видно, что они работают. Ты влево, ты вправо никак не повернешься. Это именно мышцы. И это хорошо. Ты знаешь, что все работает, все растягивается. Потому что эта часть у меня очень проблемная. Это постоянная сутулость, отпущенные плечи, голова. И только пойдя на танцы, занявшись собой, своим здоровьем, начинаешь понимать, насколько важно иметь хорошую осанку. Насколько тяжело себя выровнять, да? Можно так сказать. Обрести эту привычку ходить с высокоподнятой головой и с расправленными плечами. И вот когда тянешь всю эту часть, у тебя действительно болят плечи и руки. Вот проблемное место. По-доброму завидую тем людям, которые ходят с хорошей, отличной осанкой. У них нет проблем в этом месте. Но я над этим работаю. Я думаю, что пару лет и будет вообще отлично. Я забуду об этой проблеме. Хочется в это верить. Спасибо, что смотрели нас. Обязательно подписывайтесь на канал, на инстаграм. Пишите комментарии, ставьте лайки, проявляйте любую активность. Будет очень приятно. Увидимся в новом влоге. Там покажу рецепт сочников мясных, которые я показывала вам в инстаграм, в сторис. Это мамин рецепт. Хотела показать в этом видео, но решила перенести. Поэтому увидите это очень скоро на канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok